Для меня самая такая важная песня в нашем репертуаре, это песня «Улетаю», с которой вообще все началось. Любовь была еще вчера. Очень нравится, конечно, песня «Нелюбимая» и песня «Ты». Мы предлагаем тебе билет в высшую лигу. Ответственность, дисциплина и довериться нам, профессионалам. Привет-привет! На экраны выходит полнометражный киномизикл «Стоп». Ночь, созданная по песням легендарной группы «Астудио». И сегодня мы на долгожданной премьере. Меня зовут Ирина Рони, вы смотрите «Хот Ньюз». Оставайтесь с нами, впереди много интересного. На самом деле для меня большая честь, что в моем возрасте уже прихожу на фильм, где используются наши песни. Всегда было что-то, что опережало немножко время на несколько лет. То есть та музыка, на которую равнялись потом другие группы. Некий такой ментор модности, актуальности звучания, стиля. Причем в любых составах всегда это было очень круто. Тут как раз повод открыть для себя что-то новое. Ну а для тех, кто, конечно, любит и знает песни, это большинство получит искрение удовольствия. Я уверен, что фильм такой же душевный. По-другому быть не может, если «Астудио» приложил к этому. «Стоп-ночь» – полнометражный музыкальный фильм, основанный на песнях культовой группы «Астудио». Идея создания которого принадлежит бессменному лидеру коллектива Байгаре Серкибаеву. Ну это вообще, на самом деле, такая общепринятая, наверное, мировая практика, когда артисты с большим стажем, с большой историей собирают все свои песни и создают мюзикл. Фильм рассказывает о молодом музыканте, который стремительно движется к своей мечте. Привыкая к роли отца, он пытается балансировать между творчеством и семейной жизнью. И все идет гладко, пока однажды в его жизни не появляется Джулия – страстная танцовщица, которая влюбляется в него. Это не автобиографический фильм, это специально выдуманная история, оригинально написанная. А нам в будущем, конечно, надо будет сделать свой боепик. И для этого у нас, конечно, одной серии нам не хватит, мы будем делать, наверное, целый сериал. В картине звучат 17 песен прославленной группы, среди которых, как полюбившиеся суперхиты «Стоп-ночь», «Солдат любви» Джулия, так и треки самого первого винилового альбома «Астудио», в то время носившие название «Алма-ата». В первую очередь я пришла, конечно же, ради любимых песен, ради любимой группы «Астудио». У «Астудио» песни такие, что их хочется переслушивать, но, тем не менее, не о ерунде. Вот, мне кажется, это их фишечка такая. Киномюзикл «Стоп-ночь» выходит на большие экраны в октябре этого года. И, учитывая необыкновенное долголетие культовой группы «Астудио», которая 37 лет радует нас своими незабываемыми хитами, можно смело утверждать, проект имеет все шансы на успех. Просто мы первый альбом назвали «Путь без остановок», и вот мы жертвы этого названия. В общем, некуда. Мы не можем остановиться. Пишем и пишем. То, что люди посмотрели и всем понравилось. Но главное, чтобы именно музыкантам, мне кажется, зашло. Пока ты на хайпе, лучше принять решение и двигаться дальше. Возможно, именно из-за того, что зритель сейчас с особенно большим вниманием относится к российскому кинематографу, возможно, и российский кинематограф стал с большей ответственностью относиться к своему кино. А если серьезно, то все чаще и чаще от своих коллег, от друзей я слышу очень хорошие, позитивные отзывы и рекомендации именно про российские сериалы и фильмы. И это о многом говорит. Запоминаем и воспринимаем, в первую очередь, то, что у нас связано с эмоциями. А музыка – это как раз про эмоции, про яркие эмоции, про ассоциации. Поэтому, конечно, мы в первую очередь будем запоминать такие фильмы, музыкальные фильмы. И все не сочиняются. Это поставит крест на всей твоей карьере, понимаешь? Лучшие и самые любимые хиты о студио в новых оригинальных аранжировках. Так что не упустите возможность увидеть Стоп Ночь своими глазами. Все в кино! А с вами была Ирина Рони. До встречи на Европа Плюс ТВ! Субтитры подогнал «Симон»!